Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя городная азбука. Сегодня 30 апреля. Вот наконец-то я собралась до сборки вот этой чудо-теплицы. Вчера я показывала из чего состоит. Чтобы не повторяться, в описании к этому видео я скину ссылку. И оттуда вы узнаете, зачем мне это чудо-теплица, почему я именно ее выбрала. Из чего она состоит, я вчера показывала, немножко читала инструкцию. Сейчас я... Смотрите, там еще в коробке столько много-много-много маленьких крошечных всяких штучек и еще ключик. Вот сейчас я буду пытаться собрать. Естественно, я сейчас попробую по инструкции эти ровные собрать, вот эти полудуги. А потом, если у меня возникнут какие-то вопросы, мне дальше поможет муж или сын. Они сейчас собирают большую теплицу. Мы разделились. Мужики собирают эту уральскую садьбу, огромную. А я буду пытаться собирать вот эту маленькую чудо-теплицу. Я думаю, что ничего там сложного нет. Главное, какого правила я всегда придерживаюсь, так же, как при применении любых препаратов, средств, делать все по инструкции. Сейчас открою инструкцию, там хорошие чертежи. Что там сказано, то и буду делать. И сразу добавлю... Я вчера вот говорила, что такие подробные чертежи, что может собрать даже пенсионерка. Но я вчера, конечно, дала маху. Хотела сказать, что сможет собрать пенсионерка на восьмом или девятом десятке лет. На девятом десятке. А сказала, знаете как, на восьмом-девятом году жизни. Нормальная пенсионерка, восемь-девять лет возраст. Ладно, шутки шутками. Но я думаю, что любая бабушка сможет собрать. И еще, вот про эти ссылки. Опять вчера хейтеры пошли уже теперь другим путем. Подделывают страницы уже моих постоянных зрителей. И выкладывают там всякую недовольность, что я ссылку на эту фирму. Я скажу сразу в начале ролика. Теперь еще специально буду вставлять ссылку на эту фирму, Сибирский агроном, в каждом, в каждом своем видео. Буду рекламировать эту фирму, Сибирский агроном. Хотя они об этом и не подозревают. Потому что это наш алтайский производитель. Из-за того, что они земляки, из-за того, что они именно производят товар, а не как другие интернет-магазины, где-то закупают и потом продают. Вот поэтому я буду в поддержку их, буду и вставлять ссылку на сайт, в каждом, в каждом видео. И буду, как сказать, стремиться к тому, чтобы все люди по всей России узнали, что у нас на Алтае есть прекрасные производители, которые сами своими руками производят товар. Товар, нужный для людей. И я уже почему-то думаю, что мне эта теплица понравится. Я вот сейчас навес попробовала, она такая тяжелая. Прям я еле подняла вот этот вот, как сказать, вот эту кучку вот этих деталей, очень тяжелая, значит, она крепкая. Все, начинаю собирать. Так как я сказала, что буду знакомить очень подробно, то смотрите, тут написано, перед сборкой теплицы следует ознакомиться с инструкцией, изучить узлы сборки. Сборку лучше осуществлять вдвоем. Но я пока одна, если что, я потом кого-нибудь позову. Пару у меня пока нету. Следует подготовить необходимый инструмент перед началом сборки, и проверить комплектацию. Надеть перчатки, чтобы не порезаться от края металлического профиля. Но я утром уже порезалась, мне уже не грозит. Разложить элементы по маркировкам. Всего должно получиться пять видов деталей. Прямые профили по один, по два. Изгибаемый профиль с прорубом по три. Потом дуга большая и маленькая. Смотрите, вот я разложила, вот написано. Профиль по один, это самый длинный. Вот он. Профиль П2 и профиль П3 с прорубом. Вот профиль П2, который потлинше, и профиль П3 с прорубом. Так как в первую очередь мы начнем сборку вот с этих именно, с направляющих продольных, то дуги, ну дуги я тоже разложила. Вот видите, это профиль один дугообразный, другой. Все у меня на месте, я проверила. Вот один дугообразный, один другой. Но теперь я со стола их уберу, чтобы они мне не мешались. Потому что я начинаю работать именно с продольных, направляющих вот этих профилей каркаса. Их я оставляю. И даже из них, скорее всего, не все три вида профилей, по один, по два, по три, мне понадобятся. Изучив дальше инструкцию, я увижу, какие тут у меня лишние. Дуги сразу убираю. Ну как я и предполагала, даже все вот эти вот три вида профилей нам не нужно на первоначальном этапе. Первое написано, сборка продольных направляющих каркаса. Направляющие собираются из метровых профилей П1. Необходимо собрать пять направляющих. Значит, я оставляю только вот эти длинные, самые. А эти маленькие с прорубами убираю. Они нам тоже пока не нужны. Если честно, я споткнулась сразу же вот на этих, на сборке вот этих продольных направляющих. Мне сначала показалось все просто, ну соедините все. Но потом, когда я прочитала, я, как вам сказать, тут написано, болты закручиваются головкой наружу, гайкой внутрь каркаса. Я засомневалась, какая из них, как бы вам объяснить-то. Ну вот когда держишь в руках вот эту вот, я почему-то не посмотрела сразу вот на эти дуги. Тут-то видно, какая у них лицевая, какая изнаночная. Я вот эту вертела-вертела, то ли это лицевая, то ли та лицевая. На рисунке, вот здесь вот, ну тут показаны полоски, мне пришлось ждать мужа. Все-таки без помощи мужа я не обошлась. Я спросила, вот я сейчас хочу закручивать, какая из них лицевая, какая изнаночная. Он говорит, ну вот эта вот лицевая, которая с выемкой внутрь. Я такая, ну ты мне обоснуй, ты мне объясни, почему ты так подумала. Ведь здесь полоски, и непонятно он. А ты посмотри на конец. Ведь видно же, что выемка туда. И вот, милые женщины, если вы будете собирать без мужчин, можно вот на такие мелочи обращать внимание. Видите, в конце вот этот торец этого изделия, и сразу видно, какая из них лицевая, какая изнаночная. Получилось, что вот это лицевые. И что вталкивать, вот эти вот, сейчас покажу вам, вот эти, видите, эти болтики, нужно отсюда. Вот там, где ложбинка. А гаечки закручивать, вот с этой стороны. Тут ничего сложного нет, но так как у меня все это, как бы, я уже говорила, что у меня вот полностью склад ума не в железную сторону. Как говорят, что гуманитарий, гуманитарное направление. У меня, есть же вот у людей географический кретинизм, а у меня вот с железками я не понимаю. Но зато, но я не расстраиваюсь, что меня природа обделила пониманием железа. Зато я как Маугли, я не теряюсь в лесу. Я могу безошибочно, ну как, сказать, откуда мы зашли и куда мы выйдем. Все грибы мои, ягоды, так что с железом я не дружу. И муж меня поэтому вот так вот отодвинул, сказал, уйди, женщина. И очень быстро, прям в течение там, час-полтора они, по-моему, собирали, взял этот шуруповерт, бжик-бжик-бжик, все скрутил. Но я вам все равно сейчас расскажу. Вот эти вот направляющие, как и тут на чертеже сказано, мы начинаем с них. Они пять вот этих вот продольных сделали. Вот видите, одна будет у нас нижняя, вторая вот эта. На той стороне также их две штучки. И одна вот здесь вверху. И все, потом уже к ним все крепится. Потом они скрутили быстренько дуги, между собой собрали. Раз, два, три, четыре, пять. Дуг тоже пять. И начали постепенно направляющие с дугами скреплять. Как вы видите, что очень простая сама конструкция. Там ножки. Из-за того, что у нас был, вы видели, какая погода, ураган, штормовой ветер. И вот мы делали в такую пасмурную погоду. Тут я говорю, что снимать было вообще невозможно. И в то время, когда ее сюда притащили, поставили, вот якоря эти вставляли, вот эти вот закрепляющие, у меня не было возможности снимать, потому что ветер заглушал все. Тут все скрипело, все визжало кругом. Ну а так, как были выходные дни, муж был не на работе, он сказал, что делать нужно сейчас, потом он выйдет вот сейчас он на работе. И все это приостановилось. Чехол мне тоже одной. Неудобно натягивать. Вот мне осталось только натянуть чехол. Но так, как он готовый и полностью сшитый, я думаю, проблем не будет. Я или сегодня после обеда, или завтра сниму вот это видео, как мы будем натягивать чехол, и сразу расскажу об этой ткани. Потому что вот когда вопрос возникает, почему чудо-теплица, 50% чудо-теплица, из-за того, что там вот эта особенная ткань, как бы новационная вот этот вот материал, именно из-за него хорошая атмосфера в теплице, она не замерзает и дышит одновременно. Но вот пока что сборка завершена у нас. Первый этап. Конечно, мы вкопали. Это муж с сыном вкопали. Я уже в эти, в следующие этапы работы не принимала. Я вот там когда распечатывала, болтики немножко там пыталась скрутить, но меня, если честно, отодвинули, удалили. Сказали, иди со своими растениями, общайся мы с железками, сами разберемся. Ничего сложного в сборке нет. Конструкция простейшая. Она, как мне муж сказал, такая же теплица, только в миниатюре, мини. И вот я захожу в нее, сейчас скажу вам, вот я иду, у меня камера на уровне глаз, вот поднимаю руку полностью на вытянутую руку высота. Я вот метр шестьдесят пять, это метр восемьдесят. Она как раз такая высота, ну, докуда я достаю, мне будет удобно. Я здесь уже, видели, делала две грядки, но они немножко притовтали, мои слоники, пока делали здесь. Тут будет грядочка, тут будет грядочка. Конечно, когда буду высаживать, еще раз покажу. Пока что вот. И в конце хочу сказать, что обязательно сейчас размещу ссылку, чтобы вы могли без проблем перейти на этот сайт производителя. Сразу скажу тем, кто говорит, что это реклама, воспринимайте, как хотите. Пусть это будет реклама. Хотя я считаю, что настоящая реклама может быть только тогда, когда ты уже попробовал, испытал. И вот этот вот испытанный продукт, как я говорю, рекламировать можно то, что ты уже держишь в руках, что ты уже попробовал. Я еще ни разу ее не пробовала, в ней не выращивала. Сразу говорю, вот это просто мои обзоры. Но если кто сильно хочет увидеть в этом рекламу, согласна, пусть это будет реклама. Но я считаю, бессмысленная реклама, когда человек говорит, что я только первый раз купила, еще даже не пробовала. Но есть люди, которые, зрители уже пишут, что у некоторых по 6 лет стоит такая теплица. И вот как раз эти же и зрители меня предупредили, что если есть в районах штормовые ветра сильные, то нужно все-таки еще придавливать. Ну как-то, все по-разному. Вот у нас есть зрительница Анна Астахова, которая написала, 6 лет уже пользуется такой теплицей. Она говорит, ну у меня тент вот этот, после того, как он прикопан, там у них еще плахи. Они вот так, ну деревянными досками придавили, чтобы она не поднималась. И она еще советует в местах, где, если сильно ветер трепет, в местах, где вот эти выступающие, как сказать, части вот эти металлические, лучше какими-то мягкими, вот старой нетканкой обмотать, чтобы предотвратить, чтобы вот этот тент можно было использовать много-много-много лет, без всяких порывов. И она рекомендует все-таки на зиму его снимать, потому что под тяжестью снега он там продавливается. И еще кто-то пишет, что иногда повреждают птички, почему-то проклевывают дырочки, потому что там все насекомые садятся на крышу. Но это все посмотрим мы. Пока что вот я только начала знакомство с этой чудо-теплицей. Так что это вот такая реклама предварительная на будущее. Конечно, все полностью смогу рассказать только осенью о том, какое у меня мнение сложилось, впечатление об этой чудо-теплице. Но изначально я сразу же говорю, что я ее брала только для того, чтобы высадив сейчас рано и укрыв вот этим тендом, чтобы мне не бегать. Как вот я видела, у меня там тоннели, каждое утро вот эти бетонные поребрики открывать, закрывать. Вчера была такая ветреная погода, и вроде пасмурно, дождь, они были закрыты. Сегодня открыла, увидела, что солнцем, они же низкие, подгорели верхушки. Тут уж точно ничего не подгорит. Я тут высажу, сразу привяжу к своим любимым колышкам, все будет закрыто на замочек. Хоп, застегну, и все. Ну пока, до свидания. Это же, конечно, предварительный обзор. Будет конкретнее уже тогда, когда будет что-то здесь расти. Продолжение следует...